И всем привет! Продолжаем прохождение Under Rail. Также продолжаем выполнять ветку Praetorian Security квесты. Сегодня нам нужно отправиться на один из складов Core City, на котором было совершено нападение группой наемников, и, значит, разобраться с этими наемниками. Находится этот склад на нижнем уровне, то есть спускаемся на нижний уровень, и тут совсем рядом, недалеко от лифта, находятся эти гаврики. Я там уже побывал немножко, посмотрел, думал, честно говоря, что-то мне запомнилось, что там можно капканы расставлять. Я что-то взял с собой много капканов, но потом зашел, а нет ничего подобного, там сразу палят себя, и никакие капканы нам не помогут. Поэтому берем свой любимый пулемет в руки и сейчас будем накидывать. Так, сохраняемся. Сразу щит врубаем, пошли. Тут сразу нападение, мы как бы пасли, как обычно паснули, вот минус щит и минус персонаж, в принципе. И минус персонаж, то есть тут надо либо, ну, 5 хп оставили. Тут надо как-то, чтобы мы ходили первыми, хотя бы для начала, вот, и тогда можно будет что-то сделать. Может быть, тут сейчас мы одну компашку убьем, а остальные там нас не увидят. Я вот этот момент еще пока не, вернее, не помню просто этот момент. Ну, тут мы будем посмотреть, но... Как бы да, с нашими... С нашей инициативкой тут, конечно, все очень так не очень непросто. Ну, посмотрим, ладно, первый раз сходу зашли. Посмотрим, что оно как. Как оно что пойдет. Так, давайте большую хилочку сразу. Ну, оно намного, конечно, не помогло. Сильно оно нам не помогло, вообще не помогло. Так. Так, так, так. Надо было знать, что еще сделать. Сразу адреналина бахнут. Не адреналин, вернее, а... А... Этого... Как там его зовут? Как там его зовут? Бахнуть. Так, тебя не вижу, да? Отходить сюда надо. Ну, давай, подойду. Барфина! Ой. Что-то пошло не по плану, да. Ладно, сейчас попытка номер два, значит, сделаем по-другому. Сделаем мы по-другому. Так, ну, бутербродик на хп-шечку я оставлю пока что. То есть, ну, как бы... Хотелось бы, конечно, нарандомить, да? Нарандомить... Эммм... 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 Как там его... Так, что у нас... Тут гранат нету... А, слоты. Нарандомить хотелось бы... Инициативу, но... Что-то не уверен, что на... Нарандомиться так легко у нас. Да, ну, вот нас два хода. Два хода. На то, чтобы не умереть. Даже это... Что-то даже пошло в них не по плану, походу. Так, ну, мы даже вот так вот можем отсюда стрелять, да? Но я... Я, пожалуй, подойду. Я, пожалуй, подойду. Еще раз подойду. Так, ну, вот минус один. Так, ну, щит, конечно, к сожалению, нам уже слили. Вот щитка нету. Значит, что мы имеем? Что мы имеем? Сколько? 10-17 пси. Так, ну, с той стороны откуда-то, помни, гасили. Я, пожалуй, вот так вот встану. Сколько у меня? 15 ударов осталось, да? Можно еще захавать сейчас бустер. Все усилители. Вот, ну и подождем, посмотрим, что тут они будут. Да, вот один пришел, второй пришел, третий пришел. Ну, там еще кто-то пришел. Два куска кувалды, это хорошо. Лучше, конечно, не с кувалды, пускай будет, чем без кувалды. Ну, в том плане, что оружие огнестрел, кувалды. Не, ну кувалды, конечно, да, доспех нам нормально так ломает. Так, это, значит, стоит. Тут не стоит, да? Так, у нас морфин заканчивается. Но... Мы не получим урон, да? Да, не получим урон. Так, я думаю, надо адреналина бахнуть. Так, ставить силовой, не ставить. Пожалуй, я поставлю. Пожалуй-ка я поставлю. Чтобы они там пошли в обход. Я пока этого разберу. Дасту, понимаете, как, конечно, меткость у нас не очень так-то. Так, 10 ОД. А, 10 ОД, ну да. 10 ОД там... Ну, еще посмотрим, что у нас произойдет с откатом от сжатия. Ну, что, ребятки, я вот здесь, я вот-вот он. Отходи. Ого! Ничего себе! Он с одного удара... У-у-у-у... Смерть. Он с одного удара лупанул преграду. Вот так вот. Сколько там еще и крикнуло меня? Да, броня, конечно, против кувалды не руляет, понятно. Это понятно. Так, ну, у меня есть идея, может, в другую сторону отходить. Они существуют. Хотя, блин, с этой стороны хорошо. На самом деле идеально, да, вот опять-таки, это зайти в инвиз. Но что-то я... Ммм... Сомнения, да? То есть, значит, чтобы зайти в инвиз, нам нужно, во-первых, ну, одеться в инвиз. Второе, нам нужно купить гранатки в окулусе, которые помогали бы нам уходить в инвиз. Вот. Как-то такое плавно. Ладно, будем сейчас пытаться. Будем пытаться, чтобы все-таки без инвиза просто вытанковать. Б ends. Ммм... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 что другие маршрут вообще существует туда пробраться так сказать с другой стороны вот но то что там комната какая-то тайна есть это точно но она вход в нее скорее всего где-то с другой стороны ну то есть с другого места вот еще то что он говорит вот типа не нашли бы информации никакой ну не знаю никакой информации что-то не помню что я раньше там что-то находил вот да я так немножко походил посмотрел он то что еще нету ну не знаю не знаю не знаю или не помню в общем нам нас пригласили к главному этому олигарху арчи бар арчи бальду на эту кстати не тоже у него форма тоже такая как у нас то есть у него плащик что мы правильно выбора сделали все общаемся с ним ну почти конечно такая войдя в просторный кабинет вы видите пожилого мужчину смотрящего в окно несмотря на свой возраст он находится в хорошей физической форме он оборачивается я стремительно как будто не носит полные металлические доспехи он устремляет свой взор на вас если бы вы встретили этого человека на улице одетого в лохмотье покрытого грязью только по его глазам вы бы поняли поняли что он командует армией впрочем намек на глубокую скорбь притупляет его взгляд вольный боец мне всегда приятно познакомиться с лучшими офицерами перетарианской службы безопасности и арчи бальд night из-за ситуации с безликими мы смогли встретиться только сейчас мне тоже предан познакомиться с сэр действительно я много слышал о ваших делах а учитывая качество тех немногих рекрутов которые были у нас последнее время я рад видеть что у нас еще есть храбрые мужчины и женщины скажите мне вы знаете зачем я позвал вас отправить меня на супер секретное задание я не знаю несколько мне казалось это довольно очевидно боец вы повышены отныне ваше звание старший боец таким образом вам предоставляется полный доступ к оружейной притарианская служба безопасности там можно приобрести оружие и снаряжение для получения более подробной информации вам нужно поговорить с лейтенантом стратфордом но тут в притарианская служба безопасности как бы не густо в плане торговцев да то есть вот лейтенант стратфорд мы у него косты и брали мы с ними и торгуем все никаких других торговцев нет насколько я помню есть также другая причина почему вы здесь сегодня я не знаю как это сказать или визмара мой сын был убит я очень жаль это слышится спасибо мой дорогой эдмунд он был молод он был умен он был это ужасно у меня есть все все это смотрите власть богатство все что я хочу но я потерял самое дорогое с ним все остальное убийца был пой пойман нет я мне сказали что его убил корнелл какой-то корнеллы из и его банда от щепенцев которые называют себя кислотные охотники они стали неприятно есть причина неприятности и на других станциях в этом у меня не было сомнений однако что-то не складывается что вы имеете ввиду после того как его мам моего мальчика после инцидента все мы олигархи собрались обсудили инцидент руперт президент кортех утверждал что эти кислотные охотники однокровно убили моего мальчика по его словам его сына миланда был там и видел как все случилось дочь эдстрома эрика тоже там присутствовала но они меня не убедили в том что все случилось именно так так вы хотите чтобы я убил кислотных охотников пока нет он вздыхает я хочу чтобы вы нашли их и перевели их ко мне я хочу знать что случилось найдите эти кислотных охотников и корнелла если он убийца принесите мне его голову но если это не он я хочу знать какого хрена так произошло и кто нажал на куроке разнес мозги моего эдмунда по тротуару мне нужно успокоиться он делает глубокий вдох боец старший боец мои люди привели кое-кого на допрос того кто знает где находится кислотные охотники после некоторого убеждения он показал что они сосредоточены под городом в канализации идите туда и следуйте эти этим инструкциям инструкциям дословно от информатора идти в канализацию найди большую сливную трубу такую как где человек может пройти в полный рост из этой большой трубы можно попасть в несколько камер и в одной из них имеется трещина в стене засуни руку в трещину и ты найдешь рычаг дерни за рычаг и откроется вход в их логово я найду их я не подведу вас но не будем говорить что мы там были чем зачем ему эта информация информация то не нужно значит пойдем пока вы по посмотрим что в торговле есть сначала у нашего этого стретфорда насчет оружейный обмен что у них тут есть интересненько вода гранатометы дробовики автоматы гранатометы гранатометы пулеметов они есть какие-то он такие ерунда хотя 22 косаря стоит значит наверно очень совсем и ерундовы вот но не наш калибр не наш калибра вот кстати граната химическая мгла а значит это граната и раньше не было я и не перепоминаю я играл персонажем с упором на всякие всякие интересные штучки вот я ее не припоминаю возможно ее в хавидюте добавили а может чуть пораньше не знаю честно говоря не помню не помню знаю первый раз я вижу бросить гранату мгновенно распространяющую газ химическая мгла который уменьшает точность дальнего боя на 35 уменьшает точность ближнего боя рукопашных на 15 вот эта граната она прям создана для нас учитывая что у нас хороший урон дпс у нас хороший но у нас плохо с выживаемостью и тогда граната поможет нам выживать 35 процентов уменьшения урона ну точно сюда но точности она же урод можно принципе знак равно поставить вот если промазал третью частью пульта значит это минус третью часть урона да вот поэтому это нам поможет ну плюс ближний больше тоже поэтому берем берем они к я не за кстати они делаются не делаются возможная специальная химическая такая граната да я буду посмотреть следующий раз я не забуду гляну обязательно это возможно из плюшек так скорее всего это из плюшек из плюшек часа ладно сейчас загляну быстро 5 сек или не 5 сек или не гляну ладно следующий раз гляну не хочу время терять немало мне времени скорее всего да это за то что мы прошли цепочку квестов про итарианской службы нам такие гранаты дают общем его суще берем 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 а что тут еще интересно фугасный граната гранатомета и так это известно обруч разрывные патроны зараженные зараженные пока мне не надо патрон зараженные зажигательные дробовики гранатометы ботинки перчатки так 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 что с деталями детали ну такие вот 102 кстати прикольно но я гранатометы пока 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 в общем я в размышлениях по поводу того надо ли нам все-таки гранатометы вот это если и надо то мы будем будем получается их использовать не всегда очень где-то в каких-то из эксклюзивных моментах да интересно у него еще пули дешевле чем везде или нет скорее всего нет вот а так все понятно классные гранаты берем берем гранаты и принципе идем отсюда значит идем корнеллу до украли мы уже были вот ну я был не помню я на видео показывал не показывала где это еще это она когда-то показывал а в этом прохождении не знаю не помню так идем к нему дем к нему идем к нему и нам там возможно понадобится так костюмчик 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 а что-то мне выдали ох да это мне выдали очень предметы гальманические фоль фрам остановить доспех сегийская монета а но это может мне этот босс выдал да да когда он поднял меня в звание может быть все внимание не обратил просто так ну давайте смотреть 40 20 45 23 уже лучше да пахет тепло 10 5 уже получше 29 7 электричество нету тут есть оксида 5 тоже 5 энергии 22 7 тут 30 10 но окей согласен лучше что здорово 35 нету нету а ваши таки ближнем бою имеет шанс 30 вызвать каравата щищу рано который уносит минус 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 а он легче он легче да он легче легче но больше сил требует значит это для ближней к это для ближней к поэтому не вижу смысла мы оставим себе пока этот доспех он красивенький саде как этот выглядит ну железа как как железяка в общем этот эксклюзивный доспех а это короче железяка который можно сделать и лучше потом все ерунда не интересует еще мне заинтересовало это броня хб а значит броня хб оксид 80 процентов 35 вот это нам как раз таки на кислотных охотников а оксид все дела поможет потому что не там очень даже сами бру-бру-бру-бру ты пистолетами этими классные пистолеты обожают ту штуку я уже играл так стоп сюда играл химическим этим гадом мне очень понравилось кому кто не видел прохождение советую посмотрите это у нас предыдущий по моему try был там полное прохождение или пред предыдущие а это пред предыдущий тройда предыдущий трой у нас был прохождение на металке метательные тоже понравилось очень вот а вот перед предыдущие куда идти каналю года я сначала средний схожу там кое-что выложу вот а вот пред предыдущий как раз таки был антон кстати нового отдельно видосы до отдельные видосы но если вдруг не смотрел потому что установка не все смотрели наверное то из старичков вот и вот пред предыдущий как раз таки именно отдельно видосы они стримы и там у нас было кислотные гаврик такой не только кислотным почему химпистолеты химпистолет так она счет по мне не надо 155 уже банк корнел джей гранаты 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 и гранаты мне возможно и понадобится испытать не стану мне жалко 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 пчелки но это гранату тоже жалко так возьму наверное случаю так и сделаю счет но все перезаряжено патроны есть гранаты мы принципе готовы да у нас тоже акции деньга подожди вот этом все эти вот действия делал да вот 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 надо деньгу взять я не взял так 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 все выкладывал и вот она защита 1 2 3 елочка гори все что-то ничьи надо лута конечно да насобиралась будь здоров я потихонечку продаю ее тут между записями но все равно игра сделана так что ну это это баланс как бы да но знаете вот я уже ближе ослоняюсь к тому что все-таки некоторые моды это не совсем чит да да это нарушает немножко баланс но а когда вы проходите игру там в третий пятый раз то уже начинаешь брать некоторые себе делать уступки там увеличивает скорость на этом спид хаки 4 engine вернее либо так чтоб сюда а стопка на любви вообще доки доки ставить моды там на шмотки пример продавать всем шмотки я про этот мод если кто не в курсе есть комод в переводе как раз таки он есть русификаторе и вот там как раз таки вот позволяет продавать все вещи всем персонажем это прям очень жесткий чит такой да но иногда 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 надо да так значит мы меняем здесь шмоточку блин если балаклава любимый забык забыл балаклаву свою где-то там далеко на том берегу ладно их с ним пойдем без балаклавы ну да без балаклавы конечно с этим все плохо сейчас сожрет гад такой о гад какой не вылечишься ведь ну ладно вылечились гаденыш мелкий гаденыш потому что у нас нету этой почти нету скрытность так мне куда мне сюда быстренько чувство попова даже не задела даже не задела скорость подожди нас большая да ну че тут вообще будут прыгать на меня мне не прыгает так это туда это сюда там не мы не пью не перепрыгнем обычно попова не 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 братела давай гуляй дальше там лови рыбу канализационную тут уже были не раз да тут такой еще не забирал по еще забирал в общем не до этого мысли макете ползают улитки вонючие улитки таком тут мы переодеваемся из инвиза выходим иначе не передеться идем не брони хаба хватит поэтому тапки оксида защиты можно не надевать вот броня хаба очень очень хороша а и забыл кстати да тут кестница есть лол но будете вы знать вы вы будете знать если что тут есть лестница и она это от фрика да это от фрика но тут ручка посмотреть как посмотреть а ну то вроде ближе но есть некоторые трудности значит тут нас вход интересует по моему если не ошибаюсь если я не ошибаюсь 2 до 2 что мы не сделать а мы как у нас заряжено да все заряжено мы что будем долго общаться с ним поэтому тут даже ловушки принципе строить не надо потому что ну они там отбыл оттуда будут дали извлеками настреливать меня поэтому ловушка тут особо ловушка не поможет вот единственное мне можно было лучше конечно врубить сейчас щиток примета все равно замедляется энергощиток потому что будут сейчас мне больно но сейчас посмотрим я посмотрим или можно или можно не посмотреть можно просто сделать вот так а то вдруг вдруг как раз таки этого к пашечками не хватит так еще кстати еще кстати я лучше сожру сейчас на телосложения это раз да второй значит щиток врубаем правда там пистолеты эти я чё-то сомневаюсь они наверное нужны какие-нибудь средние может быть щиты мужчина похоже застегнут врасплох вашим вторжением также какие вот товарищи которые резко вытаскивают химпистолеты так чтобы вы отчетливо его увидели это видели вы вращая возвращаете взгляд к мужчине стоящему перед вами потрепанному грязному покрытому шрамами типичный бандит и больше не меньше в то время как его дерзкий взгляд режет острее битого стекла голос придает его придает придает его он выражает растущее беспокойство несмотря на его попытки скрыть это ты еще кто и как-то нас нашел значит небольшая такая информация нам нужно с ним поговорить так чтобы он рассказал раз это информацию по 3 бейкером лори и тари бейкером 2 это для фрика то есть но для фрика принципе ничего можно не говорить нам просто провода взять вот 3 это как раз таки по этому заданию от олигарха которым пошли про малого рассказал ты убил и четвертый момент а значит можно отпустить его либо убить прошлый раз мы отпускали потому что такое кто попросил отпусти его отпустил хороший вот этот раз мы не отпустим его он плохой он убийца он убийца какой он хороший он маньяк убийца маньячила с кислотными пистолетами у людей просто аннигилирует кислот кислотой растворяет их какой он хорош поэтому он будет страдать но недолго искал типа всюду кто ними значение не искать повсюду и не имею никакого отношения к смерти этого мальчика если они хотят вместе пусть подсылают убийц в кортех значит мы сначала начнем у меня есть какие вопросы по поводу тари и лори лоры бейкеров джерри кто еще не знаю перилы лора бейкера я думаю что ты прекрасно понимаешь о ком я говорю корнеллу стоп я все никак не возьму в толк о ком ты вообще говоришь и почему здесь я мы и я я нашел тело тариф пещеры недалеко от переезда судя по всему его били с химпистолета но это не прокатит и что с того да а и мы еще раз и теперь говорим думаю ты прекрасно да и тут мой вариант уже выбираем первый вариант по моему машине да машине с поезда видел как группа мусорщиков увела их со станции переезд под прицелом он дал мне подобное подробное описание это были кислотные охотники ваши слова повисает в тишине кислотные охотники переглядываются но никто не осмеливается произнести ни слова я жду корнелл это правда чистая правда ты говоришь правду просто расскажи мне что произошло в первый раз мы их видели в core city мы сбывали кое-какой хлам который нашли одному из торговцев натуральный хлам почти еще не стоящий и тут мы увидели эту парочку тогда еще мы не знали кто они и как их звать я просто увидел что они не пустые у них было кое-что ценное я чувствую такие вещи даю-гадаю это был куб да этот проклятый куб этот кусок короче мы сели на хвост пока не предоставится возможность они сели на поезд мы сели на поезд нам все равно надо было на переезд там мы вытащили стволы и попросили их поделиться товаром пока никто не пострадал ну и они отказались братан так что пришлось применять хардкорные меры мы повели их в пещеры на север от станции потому что там у нас уже был обычный лагерь ну туда мы их отвели мы их обобрали и все а потом хладнокровно убили стой погоди мы не хладнокровные убийцы они сопротивлялись оба они пытались вырваться слушай я не самый хороший человек но мы же не отправили их в зону ни за что я так и не нашел тела женщины нет может какие-то животные утащили ее трупу или может она выжила мне нужно подумать еще ответ на вопросы скажи мне как умер мальчик ладно слушай короче у меня оказывалась оказалась эта маленькая безделушка из старого мира или что-то типа того такая кубообразная хреновина я не знаю зачем она была нужна но выглядела на она ценной я пару раз пытался сбыть ее по дороге в курсите но мне попадались одни скряги только я вернулся домой я вышел на детишек олигархов я думал у этих то найдется достаточно карманных денег но новые на новые красивые игрушки я оказался прав слишком черт возьми прав мы встретились в правоулке а недалеко от зоны провала ну знаешь в хорошем укромном местечке где нам никто не помешает миланда симмонс хотела его больше всех но эдмунд малыш на это каждый раз перебивал цену честно говоря я подозреваю что эдмунду он вообще не упирался он просто хотел достать миланда или показать что у него больше бабок а может выделывался перед дочкой эдстромом как ее там на неважно но она тоже была там три тупых богатеньких сопляка дерутся из-за игрушки можно догадаться к чему все ведь идет в конце концов мальчики подрались и миланд вдруг вытащил ствол я думал что он просто хочет им врезать еду но это схватил его за руку и они повалились раздался выстрел бах и это был конец эдмунда найта его задоминировали мы все запаниковали миланд клялся что это был несчастный случай и убедил девушку держать рот на замке и так мы заключили сделку с миландом и разошлись смотались подальше оттуда а теперь и теперь мы здесь почему вы не сбежали скор сити слышал давайте спросим что-нибудь африки фрик понятно что он нас издал ясное дело откуда вы с фриком знать друг друга мы вместе немного похрустели это его косяк зная что на хардкор и просто офигительно суперски умеет прятаться вот и и мы бы зале залегли на дно пока эти дела с проходчиками не утряслись а потом двинули на север до этого высовываться было бы опасно так как безликие кажется тоже нас ищут проходчики безликие называйте как хотите африка есть кое-какое оборудование который меня интересует суши нам плевать на его барахло забирай все в комнате позади мы еще не брали почему безликие разыскивают вас за этого дурацкого куба зачем еще что ж пора уладить дело и так что будем делать придется вам пройтись со мной дар чебаль да он решит что с вами делать просто исчезнете давайте уходите боюсь что вы ребята должны умереть за что вы сделали стеры значит ну арчимальт говорил привести их либо если они убийцы значит голову да они не убийц поэтому попытаемся я еще раз говорю я не выполнял квест за security раньше поэтому интересно специально не читал ничего никаких информации нет не хочет ну очевидно очевидно не пойдет братан чтобы меня там заперли пытали лучше я сдохну здесь вот но то что запугивает конечно за плохо да мы видим да у нас жестко кстати про прошло сейчас урон почему-то но там настаклась наверно вот если бы ребят если бы не доспехи да она она была еще раньше что сделать был еще инъекцию морфина захавать вот если бы не доспехи нам бы было полный трындец сейчас вот ну а так так мы а так мы живы да так мы живы половину счета нам сняли правда но мы живы что делаем что мы делаем значит сначала давайте-ка адреналинчика эту штучку вот эту штучку эту штучку так отсюда мы не выпутаемся значит у нас 65 отдых да осталось это на два выстрела нам вот плохо что гаврики конечно эти заны колись вот ну ладно еще не поделать при медитации и силовое поле как вариант какой вариант они конечно будут честно плеваться наверно ну ладно могу им ловушку поставить но тоже ладно опять сюда и так отсюда я никуда не выйду вот они даже снести не смогли они даже не смогли снести так я еще стою в этой фигне поэтому ну конечно могу их да и выйти не могу я могу короче через поле по идее стрелять по идее точно не уверен так ладно мы тогда и пока еще пока еще что можем сделать сейчас в принципе ничего да у нас там у дэду дэд блин дофига ну вот и как раз закончилась ну ладно я зато ходить могу у меня уже это закончилась штучка 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 плохая штучка еще классная штучка это прыгающий боб вот моя последний сажал надо было где ты выше взять последний сажал боб прыгающий на вот этому бою которому мозг который у нас был 10 и там 10 и тут 10 вот вида какая-то так крик закончится дренанит закончится морфин закончится мне в принципе сколько надо на выстрелом 31 то есть я могу на 31 до под подойти но с 30 до 31 могу пойди подойти примета а блин при медитации сутью я просто думаю сейчас еще надо ловушку поставить ему куда-сюда наверно наверно а значит посмотрим мы попадем не войдем вообще в этого говорит а я могу знать что делать и могу сделать электрокинез и ловушечку подойти поближе попробовать так сколько это на очки очки 10 так 30 40 30 40 до а у меня не хватит блин 30 40 так а тут есть да да немножко оставим на потом окно вот вот они значит здесь красавцы стоят начнут сухого остатки 45 о дм 45 о дм мы все равно не сможем так 32 да так подойду сначала 12 так ну главное чтобы их 12 так 32 до минус 30 должно хватить до так все с этим мы расправились гавриком с тобой и с тобой тоже сейчас расправимся тебя вылечим и тебя вылечим так у д правда нету но ему хватит этого вот и все вся любовь и вся любовь так щиток вырубаем адреналинчик морфинчик морфинчик вы не зову давно закончился так дать сохранимся к отдельно отдельно сохранимся все в чем а прикол корнелла печально извините до шмотки даже которые которые не мы крафтили они тоже невидимые я думал просто штука в том перевода что шмотки те которым искраться невидимое но увидите все таки вот кожаные шмотка не все невидимые не только кожаным ну печально ну ладно с этим будем жить хочу поделать ничего поделать уже просто нет небольшая неприятность значит у корнелла есть вот такой вот замечательный пояс катализации он еще существует и в других вариантов по моему где-то можно еще найти но я уже не помню просто он примечательна тем что это очень супер классная штука для хим пистолетчиков вот если играешь через хим пистолет и просто имба вот его обязательно нужно брать как можно раньше он ну собственно говоря у корнелла он и берется можно раньше всем защищаем забираем еще сейчас вот эти вот а power кабеля забираем для фрика огонь потух что-то у нас еще есть да в принципе все никаких скрытых мы еще не нашли возвращаемся сейчас к товарищу нашему восстодателю и на этом будем все не закругляться так сохраняемся я под удачу через канал его не хочу там есть через эти вот всякие дебри сейчас мы пройдем да тут мы пройдем без проблем вот он дальше тут уже через эту штуку улит . это блин плохо наверно заметит меня нет заметила но не среагировала верни почти заметила что убив корнелла мы считаю два себе действия сразу два квеста вернее сделали да это квест на бейкеров вернее даже три щиты весна бейкеров квест на фрика ой что-то не то пошел да вроде туда вроде за черт черт что же вы тут гады делаете спутниками бедными спутниками так адреналин эту штуку так ну там и настреливает гад такой блин а тут не поставить можно можно так поставить по идее он тогда не увидит нас так что там яд снимать да надо против еди кстати купить кротищение еще ладно стреливает гад какой да продумать сейчас закончится ускорение ну ладно и расчитывание не включил где он заныкался а мы еще потом пока под капканом знаю кого попал не попал вон он вон этот гад это мы по первым будем бы не входить правильно но мы будем ходить первыми не зато вон один не один но но придется страдать но их там двое было да всего лишь всего лишь было двое ладно забираем чё лут сам к нам в руки идет обычные мутанты решили напасть на путника безобидного из-за этого платились не туда немного поворот значит дальше дальше квест у нас после вот этого с корнелом будет еще один она принципе у всех это все похоже у всех олигархов линейка похоже следующий квест на как раз таки эту загадочную штучку которую ищут безликие вот в лабе мы будем будем отправляться в эту лабу за этой штучкой это будет уже следующий раз насчет кислотных охотников камни во всем признался это против их они рассказали другую историю о смерти эдмунда ну кстати можно можно так можно не так да я вот не понял прошлый раз прошлые разы да я выбирал возможно просто голову отдавал поэтому честно говоря не помню момент в том тот момент что влияет ли что-то выбор диалога да на конечную цель какую-то поэтому в этот раз я скажу я допросил их и они рассказали другую историю о смерти эдмунда говорите имел он застрелил вашего сына кислотные охотники пытались продать странное устройство которое хотел купить миланд и эдмунд эдмунд перебил ставку и они с миландом поссорились обстановка накалилась и в итоге эдмунда застрелили потом миланд взяла устройство и убежал с ним он слышит ваша слушает рассказ и вы можете видеть как его глаза начинают излучать а чистую ярость только вы заканчиваете он взрывается так вот почему симонс так неустанно разыскивал кислотных охотников что прикрыть своего маленького ублюдка должно было прикончить его несколько лет назад но теперь я убью их обоих я я должен сохранять спокойствие спасибо вам за это визмара я у вас в долгу хотя это и не вернет моего мальчика теперь я знаю кто настоящий убийца симмонс тебя ждет от примите за вашу работу информация которую вы сообщили мне действительно бесценна у меня есть другое дело которое требует вашего участия это тесно связано с тем что вы только что сказали мне ну давай рассказы сейчас самое время чтобы обратить наше внимание на то что наиболее важно она безликих это вторжение врать не буду стала неожиданностью для нас всех она нас всех озадачила зачем использовать такие силы чтобы просто отрезать нас от северной подземки зачем они здесь на самом деле что им нужно анализ полученных недавно сведений дал мне некоторые некоторые ответы они прощупывают нас они ищут что-то и я теперь думаю что могу определить где находится это что-то это устройство которое как вы упомянули мелан то приобрел у кислотных охотников может быть целью безликих теперь все все сходится корнелл сказал что за ними охотила охотились безликие действительно безликие хотят это устройство и она находится в одной из лабораторий кортех симмонс думает что может перехитрить нас но нам не только известно местоположение данного объекта у нас есть также возможность внедрить вас туда вы в конце концов претарианская служба безопасности это не влияет на не повлияет на ваши отношения с кортех вы шутите после того как этот ублюдок убил моего сына не плевать на кортех они только потому еще не получили свое что у нас сейчас есть более острые проблемы я готов возьмите это он дает вам ключ карту идите на нижний уровень возле одного из выходов из подземных проходов в зоне провала вы найдете запертую дверь в учреждении используйте ключ карту чтобы открыть ее я хочу чтобы вы узнали как можно больше об устройстве если она является причиной по которой здесь безликий я хочу забрать его кортех я думаю мы здесь закончили возвращайтесь только выполните задание завершить значит что мы получили получим этот опыт так монеты да ну в принципе все значит последнее задание за олигархов и там уже думаю мы следующий раз это задание закончим пройдем арену может быть еще ну и там же надо думать о том что еще нужно сделать тем прежде чем отправляться в дл тихо ведете так тому плюс-минус уже готовы да только левел еще распределить ну вот ну там побольше патрону взять того сего но будем посмотреть уже это ближайшее время я думаю а пока на этом все спасибо за внимание спасибо за комментарий стыковы будут за лайки всем всего хорошего пока пока